Привет, дорогие друзья, с вами Николай, это Niko Basket News. Получилось выбраться на природу, дождя нет, это здорово. Что у нас сегодня по новостям? В Америке идет баскетбольный турнир TBT. Сборные команды, причем участвовать может любой желающий, собираются команды, студенты, профессионалы, бывшие игроки НБА. Джо Джонсон, к примеру, звезда НБА, в прошлом All-Star НБА играет в TBT. Котти Кларк играет, который начинал в Астане. Малькольм Хилл, Виналис, вот я вставлю некоторые моменты, когда как раз его команда выигрывает. Это только 2 пункта от победы, они могут победить на этом позиции. Хорошо, это закончилось! Рай для европейских баскетбольных функционеров, чтобы подобрать себе игроков на будущий сезон, на сезон 20-21. В НБА потихоньку игроки собираются. Вроде бы там все будет. Ну, также этот же турнир TBT, он по такой же схеме примерно проходит. И это дает, наверное, надежду и НБА, что турнир состоится. Нужно надеяться только на то, чтобы у звездных игроков не было вируса. Потому что вот как раз я говорю о этом американском турнире TBT, там около 7 команд снялось с участия, потому что в составах команды игроки болели. И сразу их снимали и засчитывали поражение. Да, это серьезная, конечно, преграда. Все мы надеемся, болельщики, что мы увидим продолжение сезона НБА и увидим, кто станет чемпионом в этом году. В Литве очень интересные события. Там проходит турнир 3 на 3. Хуб Транс. Хуб Транс, как мне рассказали мои друзья из Литвы, это транспортная компания, которая спонсирует это мероприятие. Причем там неплохой денежный фонд, призовой фонд 74 тысячи евро. И участвуют все клубы, кроме Жальгериса. Как, опять же, мне рассказали. Выставляют свои, кто вторые команды, кто основных игроков. На Хуб Транс даже играет Йонас Мачулис. Этот игрок известен многим. Он поиграл в Евролиге. Легенда литовского баскетбола. Три олимпиады у него в карьере. Сейчас он, кстати, играл в Греции под руководством Ильяса Папатеодору. Кто помнит, он тренировал Астану. Достаточно неплохо тренировал. Легенда европейского баскетбола. Никогда не играл 3 на 3. Сейчас решил поиграть. Это очень круто. И как-то Фиба немножко упустила этот момент. Я считаю, что это самый крутой баскетболист из 5 на 5 или 3 на 3 вообще, кто играл в этот новый вид спорта. Более титулованных игроков я не припомню. А кто вспомнит, пожалуйста, в комментарии напишите. Очень будет интересно посмотреть, какие будут у нас комментарии. Вообще, посмотрев на этот турнир Хуб Транс, я понял, что в Европе, да и в мире, появляется новая большая держава 3 на 3. Это Литва. Там очень много кто играет. Очень много ребят заинтересованных играть в этот вид спорта. И как вы знаете, в Литве они живут баскетболом. Это как религия. Поэтому я думаю, сейчас ребятам Сербии нужно немножко, как говорится, да, немножко покурить в сторонке и подумать, что их ждет. Потому что если литовцы всерьез возьмутся за баскетбол 3 на 3, то будет реальный конкурент Сербии, да и Америки. Ну и напоследок, ребята, немножко про мой канал. Я хочу записать серию интервью с моими друзьями, с ребятами, кто развивает казахстанский баскетбол, кто работает в международном баскетболе. Я бы хотел услышать вас, дорогие мои подписчики. Я знаю, что у меня подписчиков не так уж и много, но они есть. В комментариях оставьте, пожалуйста, с кем бы вы хотели, чтобы я пообщался и какие темы вы хотели бы разобрать. Мне очень интересно знать ваше мнение. И на основе вашего мнения я и буду проводить эти интервью в будущем. Вам огромное спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, эти новости вам понравились. И до скорых встреч. Не забывайте подписываться на канал, если вы не подписаны.